Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу сегодня по вашей просьбе связать одну нимфу и сразу ответить на все ваши вопросы, которые вы задавали по поводу тела и использования других нестандартных материалов. По поводу пера. Как вы видите, вот перо. Это была у нас курица охотничьего фазана. Я что сделал? Взял, общипал все вот эти бородки перьев и подготовил вот такую ость. Своего рода, как мы делали поплавки, гусиные, утиные, можно использовать практически любое перо, которое обладает вот таким вот трубчатым свойством. Что нам необходимо сделать дальше? Пока перо сухое, мы берем, как вы видите, вот из торца. Расщепил его я скальпелем. Приблизим немножечко. Вот расщепил его скальпелем. И теперь дальше по этой оси спокойненько разделяется на две равные половинки. После этого, как мы разделим наше перо, его необходимо слегка увлажнить. Ну, хотя бы на пару-тройку минут положить в воду или лучше всего, конечно, пройтись по этому перу паром, подержать его над чайником. Оно будет достаточно мягким, эластичным и удобным в работе, не будет ломаться. В дальнейшем это перо будет себя очень хорошо вести в воде, то есть никаких проблем у нас не будет. Давайте мы подготовим перо и потом с вами продолжим. Крючок я взял номер 12, достаточно крупный, так как для определенной рыбы рассчитана эта нимфа, чтобы отсечь всякую мелочь пузатую. И как обычно, я грузил район грудки свинцом, изготовил из лески глазки, закрепили. И у начала загиба я изготовил небольшой вот такой вот шарик из нитки, для того, чтобы приподнять мой хвостик. Вот так же я нашел по остаткам перья. Мне понравилось вот это перо, которое находится у окончания. Я использую природный загиб, вымеряю длину. Хвостик должен быть мягким, но в то же время не столь значительным, приблизительно по длине нашего тела. Удерживаем в таком положении, с небольшим наклоном к себе, так как нить наша постарается его утащить. Сделаем один оборот. После этого мы можем спокойненько вот так приподнять наше перо и уложить в его естественный изгиб, тот, который нам необходим. Подтянули сколько нам нужно. Этого будет вполне достаточно. И теперь уже спокойно мы можем здесь его подхватить. Значит, для того, чтобы не было нагромождения материала, я отрезаю вот до начала свинца, остатки моего пера. И сразу стараюсь его подхватить вот такими широкими витками. Теперь возвращаем нашу нить обратно. И как обычно, я уже неоднократно вам показывал, я беру, дохожу до точки крепления моего хвостика. И если вот вам недостаточно, он приподнят, можно, поддерживая, чтобы нить не соскользнуло, вот выполнить вот такой вот оборот. Одно ниткой раз, потом еще раз можно. И таким образом мы с вами вот приподнимем и распушим наш хвостик. Меня все устраивает. Как вы видите, перо уже наше достаточно эластичное, мягенькое. Пока оно еще окончательно не подсохло, мы вогнутой стороной, которой будем формировать наше тело, крепим вовнутрь плоской разрезанной стороной вверх. Стараемся закрепить вот так его все сверху. Чтобы было достаточно хорошо закреплено перо, добавим буквально пару капель нашего клея. Следим за тем, чтобы мы сильно не заехали за место крепления нашего хвостика. Вот приблизительно так будет достаточно. И теперь, ну насколько будет позволять нить, мы должны с вами аккуратно создать вот такую небольшую подложку для нашего пера. Уводим нить. Если она нам будет мешать, можно удалить. Промазываем еще хорошо клеем. Место крепления. Будет немножко неудобно. Значит, смотрите сами. Теперь, когда мы вот переламываем наше перышко, вернее, ость нашего пера, у нас сразу наша выгнутая сторона, получается, идет наружу. И теперь аккуратненько следим за тем, чтобы виточек к виточку ложилась наша ость. Вот мы с вами дошли буквально до середины, там, где нам вполне достаточно. Закрепим наше перо и остаточки удаляем. Вот мы с вами изготовили такое тело. Я буквально капнул капельку лака и прокрасил коричневым фломастером спинку, чтобы была вот такой вот формы. Низ я не трогал. Из остатков, те, которые обычно в дисках, когда продают коробочки для дисков, есть вот такие вот кусочки полиэтилена. И подготовил такой вырез. Значит, для того, чтобы, как я уже неоднократно вам рассказывал, был своего рода как трамплин и крылышко было приподнято, я взял даббинг. Значит, даббинг желательно использовать вот такой микро, так как мы лапки будем начесывать из вот такого даббинга. Но к нему, когда будем изготавливать грудку, я добавлю немножечко вот такого, который имитирует фазана. Давайте закрепим крылышко. Сделаем небольшой бортик, чтобы закрепить, приподнять наше крыло. Буквально пару-тройку вот так оборотов будет вполне достаточно. Лапки изготавливать мы с вами не будем, так как в этом я считаю, что пока нет необходимости. Удерживаем наше крылышко, чтобы никуда не убежало. И подхватываем. Перепроверимся. Вот так меня вполне устраивает. Остатки удаляем. Обязательно подклеим нашим клеем. Я закрепил сразу вот такой кусочек еще пленки. Она несколько помягче, так как грудку нам надо будет подтягивать. Поэтому я из обыкновенного полиэтилена, который вам уже показывал. И теперь мы берем небольшими вот такими порциями наш даббинг черного и совсем немножечко по щепоточке добавляем сразу же нашего зеленого. Выравниваем по длине, чтобы вышло вот такое штапельное у нас, как волокно. Прикладываем к нашей нити и теперь аккуратненько стараемся подхватить и наш даббинг. Теперь самое основное. Как я уже неоднократно показывал, я не делаю сейчас даббинговую веревочку, ни петлю, ничего. Вот даббинг мой подхватился и теперь я, накрутив его слегка, начинаю формировать грудку. Грудка должна быть достаточно у нас пышная, объемная. Следим за тем, чтобы мы сильно не наехали на наши крылышки. Доходим до глазок и здесь уже останавливаемся. Значит, самое основное, это то, что здесь нет у нас, допустим, надобности сейчас вязать будет лапки, и все остальное мы их начешем. Теперь я беру, как обычно, нашу пленку, аккуратненько подтягивая и уже перед глазками вот так симпатично закрепим. после этого я опять переламываю. Можно, допустим, сразу в замочек, а можно, как вы, допустим, для себя захотите, сразу обрезать. Но я обычно переламываю и уже окончательно здесь, при формировании головки, добавляю клей и хорошо подхватываю свой полиэтилен. Давайте закончим. Буквально немножечко нанесли лака на головку и, как вы видите, вот достаточно крепкая наша нимфа готова к работе, кроме одного. Мы еще не подготовили лапки. Скажу вам сразу, лапки можно начесывать как щеточкой, репейником, велкра, как вы ее называете, так вот и даббинговой иглой можно спокойно. Но, скажу вам, если есть возможность, вот камера, если передаст, существуют вот такие в продаже иголочки для вычесывания даббинга для очень-очень мелких мушек. Они хорошие с зубчиками. Я иногда, допустим, чтобы не нарушать какие-либо пропорции у моей нимфочки, я пытаюсь и начесываю вот лапки и все остальное вот так. Как вы видите, достаточно хорошо взлохмачивается. И теперь нам только лишь остается одно, взять то количество, которое мы считаем необходимым. Вот. Подрезали. И оставили. Вот и все. Как вы видите, вот достаточно простая в изготовлении с минимальным количеством тех материалов, которые можно заменить. Готова наша нимфа. Если по каким-либо причинам, допустим, у вас нет такого даббинга или еще что-нибудь, можно спокойно взять, изготовить, взять вот опушечку из кролика, но подобрать, конечно, чтобы были хорошие вот остевые вот такие волоски и изготовить из них лапки, спера, с чего угодно. Принцип, в принципе, это вам понятен. Я хотел поделиться только лишь самой идеей. Пробуйте, экспериментируйте. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...